О том, как торговать на бирже и можно ли заработать торговлей на бирже новичку, смотрите в этом ролике. Сколько можно заработать на бирже? Нет точного ответа, сколько можно заработать на фондовой бирже, валютной и прочей другой бирже. Сумма дохода зависит от разных факторов. Стратегии торговли, суммы начального капитала, дисциплины трейдера и контроля за рисками. В некоторых же случаях может сыграть фактор удачи, но в целом биржевая торговля – это взвешенные осознанные решения по сделкам. Начать можно с минимальной суммы. Если вложить в облигации, самые надежные – это государственные, например, ОФЗ, заработать можно на 2-3% больше, чем при открытии вклада или накопительного счета. По корпоративным облигациям доходность, как правило, выше, но и рисков также больше. Вкладывая в акции, можно получить от 15 до 20% в год при правильном выборе долгосрочной стратегии и диверсификации портфеля. На коротких интервалах у новичков доход может быть больше или меньше, или вовсе торговля может быть совсем убыточной. А вот торговля на криптовалютной бирже может приносить сотни процентов за короткий промежуток времени. Большое количество криптовалют уже принесли трейдерами иксы за последнее время. Растут и падают такие активы очень быстро и сильно, поэтому и рисков потерь тут также больше. Итак, как торговать на бирже? Разберем для начала, какие стратегии трейдинга бывают. Изначально торговля на бирже подразумевает классический трейдинг. Данная стратегия не предполагает того, что нужно проводить фундаментальный анализ акций, осуществлять оценку бизнеса и так далее. Кстати, о том, что такое фундаментальный анализ и для чего он проводится в трейдинге, смотрите в отдельном нашем ролике. Трейдер – это участник биржевой торговли, который может заработать как на росте, так и на падении рынка. Игра на понижение является более рискованным видом спекуляций, но об этом чуть позже. При торговле на бирже можно владеть акциями недолго – от нескольких секунд до месяца. Такой вид является рискованным заработком. Здесь нужно предсказать, куда пойдет цена или тренд. Опытный трейдер анализирует объемы торгов, графики цен и другие важные параметры при трейдинге. Торговлю на бирже можно сравнить с игрой, и очень часто ее результатом становится потеря всех денег. Игра на бирже не для новичков. В классический трейдинг входят разные стратегии. Например, интродэй, другими словами – дневная торговля. Интродэй – это стратегия трейдинга, при которой трейдер покупает и продает финансовые активы в течение одного торгового дня. Важно закрыть все сделки до конца дня, не удерживая позиции на следующий день. Неважно, каким финансовым активом вы торгуете. Это может быть акция, валюта, криптовалюта и так далее. Интродэй позволяет трейдеру избежать рисков, связанных с внезапными изменениями рынка, которые могут произойти в период открытия и закрытия торгового дня. Например, экстренный выход новостей, публикации отчетностей и так далее. Это способствует быстрому заработку и мгновенному реагированию на изменения в рыночной конъюнктуре. Также важным преимуществом этой стратегии является отсутствие рисков из-за переноса позиции на следующий день. Ведь никто не знает, какие события могут произойти в момент, когда биржи закрыты. Другая стратегия классического трейдинга – это скальпинг. Скальпинг – это подтип интродэя, при котором трейдинг открывает и закрывает позиции очень быстро, за считанные минуты или даже секунды. Прибыль от каждой сделки может быть небольшой, но общее количество сделок делает этот способ торговли на бирже прибыльным. Скальпинг особенно актуален в моменты высокой волатильности рынка. Такой подход требует быстрой реакции, который позволяет заработать на краткосрочных изменениях цен. Здесь, как правило, скальпер удерживает позицию от 10 секунд до 5 минут. Следующий вид трейдинга – это торговля по тренду. Торговля по тренду предполагает, что трейдер следит за устойчивым направлением движения цен. Если актив растет, трейдер покупает его, а если падает – продает. Эта стратегия не привязана к конкретному времени. Тренд может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. Закрытие позиции рекомендуется, когда появляются предпосылки для изменения тренда. Это могут быть как показатели бизнеса компании, то есть публикации отчетности и другие факторы фундаментального анализа, так и показатели индикаторов при техническом анализе. Кстати, о том, что такое технический анализ и как он проводится, мы подробно рассказывали в отдельном видео. Следующий вид торговли на бирже – это позиционная торговля. Позиционная торговля предполагает меньшее количество сделок, базирующихся как на фундаментальном, так и на техническом анализе. Здесь, как правило, позиция удерживается дольше по времени. Трейдер фиксирует прибыль, когда цель достигнута, несмотря на долгосрочные перспективы актива. При такой стратегии очень часто используются акции или криптовалюты, так как на фондовой или криптовалютной бирже предполагается более существенная доходность. Ну и завершает наш список стратегий торговли на бирже – долгосрочные инвестиции. Долгосрочные инвестиции – это покупка ценных бумаг на срок от года и более. При такой стратегии используется принцип «купи и держи» с английского языка «buy and hold». Например, на фондовом рынке в первую очередь оценивается бизнес компании. Когда осуществлять сделку, инвестор определяет на основании фундаментального анализа. Он оценивает перспективы развития отрасли или компании в целом, анализирует финансовую устойчивость и конкурентноспособность. При этом важно найти недооцененные акции с хорошими перспективами. К таким относятся ценные бумаги с заниженной рыночной стоимостью. Хорошим решением для новичков при данной стратегии будут вложения в «голубые фишки». То есть лидеры рынка с высоколиквидными акциями и устойчивым бизнесом. На графиках приведены несколько примеров, где вы можете наглядно увидеть, что при долгосрочных инвестициях приносило максимальный доход по сравнению с другими видами торговли на бирже. Согласитесь, что инвесторы долгосрочно находятся в более выигрышном положении по сравнению с трейдерами. Итак, на финансовых рынках существует два основных подхода, определяющих, как трейдеры принимают решения на рынке. Это лонг или шорт, а точнее игра на повышение и игра на понижение. В игре на повышение трейдеры-быки, использующие этот подход, предсказывают рост стоимости актива. Они верят в то, что цены будут идти вверх и пытаются извлечь прибыль из предполагаемого роста. Быки считаются оптимистами, уверенными в том, что рынок будет расти. Они могут открывать позиции на долгосрок, надеясь на увеличение стоимости актива. В игре же на понижение трейдеры-медведи, использующие эту стратегию, прогнозируют будущее падение стоимости актива. Они ожидают, что цены снизятся и стараются извлечь выгоду из этого предполагаемого снижения. Медведи считаются пессимистами, предполагая, что рынок будет снижаться. Они могут открывать короткие позиции, ставя на уменьшение стоимости актива. Несмотря на явное разделение на быков и медведей, многие трейдеры комбинируют обе стратегии, в зависимости от текущей ситуации на рынке. Кстати, более подробно про лонг и шорт мы рассказывали в отдельном ролике. С чего начать торговлю на бирже? Все сделки можно проводить через мобильное приложение или торговый терминал. Для начала нужно определиться со стратегией инвестирования. Будут это долгосрочные инвестиции или трейдинг? Кстати, да, торговлю на бирже можно комбинировать, открывать несколько счетов с разной стратегией и так далее. После того, как вы определились со стратегией, нужно для торговли на бирже выбрать брокера. Биржа – это рынок, где покупают и продают ценные бумаги и другие финансовые активы. Это могут быть акции, валюта, криптовалюта и так далее. Брокер – это посредник, который имеет лицензию и соблюдает правила биржевых торгов. Он дает доступ к сделкам на бирже и берет за это комиссию. Брокером может быть банк или отдельная коммерческая организация. В зависимости от брокера вам открывается доступ к различным активам. Например, у вас появляется возможность торговать иностранными акциями или криптовалютой. Более подробную информацию про брокера мы прикрепим в описании к ролику. По поручению участника торгов, брокер покупает или продает финансовые активы, рассчитывает и удерживает налог с большинства сделок. Для этого нужно выбрать брокера с простым тарифом и попробовать совершить несколько сделок. Начинать нужно с небольшой суммы денег, выбранной стратегии и диверсификации своего инвестпортфеля. Кстати, обязательно советуем посмотреть ролик про диверсификацию портфеля. Помните, что сменить брокера можно в любой момент. Купленные ценные бумаги хранятся в депозитарии. Если брокер обанкротится, свои активы можно перевести другому аккредитованному посреднику. Поэтому фондовый рынок более защищен по сравнению с другими. Но и доходность может быть также низкой по сравнению с другими рынками. Затем вам нужно открыть счет и заключить с брокером договор. После чего новичка регистрируют на бирже. Вам приходит уведомление, что счет открыт, и уже после этого устанавливаете необходимое приложение, вносите деньги на счет и совершаете сделки. Этого достаточно, чтобы начать торговать и зарабатывать на бирже. В вопросах, как установить терминал для торговли, как с ним работать, главный помощник – это брокер. Некоторые предлагают для начала открыть демо-счет и поторговать на нем. Брокер, как правило, помогает решать технические вопросы, но какие активы покупать или продавать, должен определить сам участник торгов. Надеемся, информация была полезной. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч на канале!